В Гатчинском парке отреставрируют террасу-пристань. Три года назад была разработана проектная документация и сейчас завершается работа над планом благоустройства. В Гатчинском дворце отреставрируют террасу-пристань. Сегодня она находится в плачевном состоянии. Основные повреждения получены во время Великой Отечественной войны, но за последние годы здесь не проводилось никакого ремонта. Сегодня на пристани опасно находиться. Бортиков нет, лестницы разрушаются, берег требует серьезного укрепления. В 2011 году была разработана проектная документация. Сейчас завершается план благоустройства и возвращение террасы-пристань исторического вида. Сегодня на этом запущенном участке земли только две обвешалые скульптуру львов напоминают о том, что некогда здесь была терраса-пристань. Именно благодаря ей Гатчинский дворец был уникальным архитектурным комплексом. Она вроде бы и отнесена от самой территории дворца, между нами довольно-таки большое расстояние, и в то же время при восприятии с воды она является неотъемлемой частью нашего фасада. То есть изюминкой и красотой нашего парка. Вот такой террасы-пристань больше нигде нет. Во всяком случае, вот в Ленинграде, Ленинградской области, вы аналогичную террасу-пристань или хотя бы похожее решение вы не найдете. В 18 веке терраса служила не только местом, где могли пришвартовываться небольшие корабли. Она была и сцены для театральных представлений и праздничных фейерверков. Торжественность обстановки придавали четыре античные скульптуры 18 века, 16 ваз и два льва. Сегодня все они оставляют желать лучшего. Скульптуры в 60-х годах были предприняты попытки ее реставрации, не совсем удачные. В частности, двум аллегориям были сделаны стилизованные античные, подантичность головы, которые очень сильно выбиваются из стилистического решения всей композиции четырех скульптур. И в частности, после проведения подводных исследований, у нас с озера были подняты остатки и фрагменты разбитой террасы-пристани в 1972 году. И среди этих осколков были обнаружены одна из голов скульптуры и фрагменты скульптуры. Сейчас предстоит работа по восстановлению фрагментов кистей скульптур. Ведь у каждой должен быть атрибут, характерный для того или иного вида искусства и науки, который она олицетворяет. В частности, архитектура, живопись, скульптура, математика. С вазами дело обстоит еще хуже. Сохранилось лишь трех фрагментов, но есть обмеры, по которым их можно будет восстановить. Больше всех не пощадили ни времени люди, львов, охраняющих вход на террасу. Однако в свете последних событий с актами вандализма, увидеть после реставрации подлинники всех сохранившихся экспонатов гостям музею вряд ли посчастливится. В настоящее время проект на реставрацию большой террасы-пристани проходит процедуру согласования с Роспотребнадзором. Основная сложность – непосредственная близость пристани к сооружению Гачинского водозабора. Когда начнутся работы по реконструкции, в музее пока не называют. Предположительная дата окончания работ – 2016 год.